Девочка-пай 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 Вот такое название Вот всё очень просто Второе сразу что хочу сказать Мажорный Когда идёт мажорный аккорд К примеру, вы поёте песню, играете, верни, песню И там написано словами Например, и вы не знаете, мажор играть или минор Мажорный аккорд, запомнили, мажорные аккорды, капитал, 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 то есть большие заглавные буквы, если вы видите просто си, вот такая си, значит это до мажор, если вы видите большую эф, просто большую эф, значит это фа мажор, большая, окей? Или скажем, если вы видите большую эф, то это означает ля, то это означает ля, именно мажор, запомнили? То есть большая это мажор, мажор это мощь, значит большая С минором у нас обстоит дело немножечко по-другому Видите, для минора мне пришлось две графы рисовать Почему? Потому что есть два обозначения минора Первое обозначение Идёт заглавная буква И рядом стоит буковка М Окей, видите здесь, да? Си и внизу М Ди внизу М Это означает до минор Ре минор Ми минор Понимаете? Если вы увидели заглавную букву Скажем, к примеру, джи, соль И вы от радости помните, что заглавная буква это значит мажор И уже хотите рать мажорный аккорд, но посмотрите внимательно Если рядышком стоит вот это м, значит это соль минор Не радуйтесь раньше времени Но, второе Также минорные аккорды обозначаются малыми буквами Не заглавные, а обыкновенные маленькие буквы Вот, например, ди Ди маленькая Так назовём Это ре Если вы увидели маленькую букву То есть не заглавную Да? Вот такую букву Значит это минор Даже если рядышком не стоит М Потому что рядом с маленькими не будет стоять М никакой Понятно? Это важно То есть ещё раз давайте запомним Если мажор Мажорные аккорды Это просто одиночная такая, твёрдая, серьёзная стоит буква заглавная Всё, это мажор, здесь вопросов нет Если это минор Стоит или заглавная и рядышком М, обозначающая минор Ребята, минор, поспокойней, понежнее Это минор, потому что Вот Или стоит маленькая буква Не заглавная, а маленькая Рядышком ничего не написано, просто маленькая Значит это минор Она маленькая, она нежная и она красивая, мелодичная Джи, это соль, что минор? Давайте немножко позанимаемся Я, скажем, направляю фломастер, а вы пробуете и сразу говорите Джи, что это? Соль мажор, правильно Эй, что это? Ля минор, правильно Ди, что это? Ре минор, вы вместе со мной говорите, да? Ну давайте Ди, что это? Ре мажор Давайте И, что это? Ми минор, да? Давайте возьмём Джи Джи, что это? Это соль минор Ну и так далее Вы сами позанимайтесь И сами Я постараюсь Сегодня я уезжаю в рейс прямо сейчас Через час, наверное, уже надо будет мне уезжать К сожалению, не успеваю Я постараюсь на этой неделе сделать PDF вам И вы можете по ссылочке под этим видео На наш сайт выйти И там будет, можно будет распечатать вот такую таблицу И вы там можете уже позаниматься и порепетировать Ещё одна очень интересная вещь Я вам даю подсказочку Вы помните, что я всегда вам люблю народные методы Люблю такие подсказочки, которые людям просто запомнить легко Потому что бывает трудно сразу запомнить Вот такую Ну F понятно F запомнить легко, потому что это F У нас начинается с F Фа, минор или мажор И в английском, или скажем, международное название Да, вот это вот латинское F Тоже То есть это легко запомнить Ну а другие бывают трудно Когда вот дать сразу раз информация Что такое D И начинаешь думать А что же такое D А рядом в параллочке нет Что такое D Так вот я вам сейчас раскрою маленький-маленький секрет Вот вы умеете по-английски читать? У нас здесь уроки английского языка Можно английский поучить немножко Вот смотрите Сейчас сюда Не смешивайте вот эту таблицу с этим Хорошо? Это отдельно как бы идёт Я вам сейчас напишу английскую Латинскую, вернее, алфавит, да, английский Смотрите A B C D E F G H I J K L M N O P И так далее Нам туда далеко не надо ходить Окей? A B C D E F G Sorry, я написал Сказал G, я написал D G Окей? Видно вам, нет? Вот я боюсь, что вам видно Слабенько видно Ну ладно Я надеюсь, что я вам буду объяснять И будет всё понятно Так вот, смотрите Назмём красный теперь Если вдруг Если вдруг вы забыли Какая-то, скажем, D, к примеру D Что ж за аккорд D Вот вы вспоминаете Ну не можете вспомнить Забыли и всё Бывает такое Мне 44 И даже у меня бывает Так смотрите, друзья Теперь секрет, секрет, секрет Получите эти, скажем, 7 букв Алфавита A B C D E F G Окей? Вместе со мной A B C D E F G Всё Так вот, обратите внимание Вы можете вычислить Вы помните Когда мы в первый класс Сходили Нам говорили Сколько будет 2 плюс 2 И мы когда ещё не умели Считать Как мы считали Мы брали 1, 2 И что мы делали? Мы просто прибавляли Ещё 2 3 Ааа, можно я Я знаю ответ 4 будет Правильно То есть вот так вот бывает Когда мы стартуем Какое-то новое Что-то начинаем изучать Вот так бывает Мы этим пользуемся Так же самое здесь Смотрите Алфавит A, B, C, D, E, F, G А внизу я напишу Те аккорды Которые А то, что они по порядку идут Но, к сожалению Почему-то так получилось Что они идут не с до Мы обычно стартуем Всегда в музыке с до До, ре, ми, фа, соль Да? А здесь как бы старт идёт С ля Так вот смотрите Эй Это ля Си И потом пошло до Ре Ми Фа Соль Вам понятно? Ну, то, что я сейчас объяснил Вдруг, если вы запомните Вы вспомните Значит Английский алфавит A, B, C, D, E, F, G И посчитайте просто С ля Отталкиваясь Ля – это A Ля – это A B – это C И так далее И посчитайте просто с ля Если ля К примеру, у вас C И вот вы забыли C Как же C Начинайте с ля Так, ля – это A Ага, C – это A, B C А, C До Точно до До Си Да, C – это до Ну, это так чисто подсказочка Вдруг В будущем вам это не пригодится Когда у вас уже будет хорошая практика И так далее А в начале это пригодится Давайте я вот что ещё хочу вам сказать Давайте мы ещё раз Закрепим урок Потом я ещё раз эту музыку сыграю Которую в начале И на сегодня мы с вами попрощаемся Скажем до свидания друг друга Так вот смотрите До До Если мажор Это большая Буква латинская Си Если это минор Это либо большая Си с М Либо маленькая Си Усвоили? Ну и так далее Чтобы ваше время не занимать Вы можете сами Почитать, посмотреть И здесь всё понятно Важнейший урок Который я вам преподал сегодня Почему? Почему важно? Потому что у нас Со следующих уроков Вот скоро-скоро Несколько ещё в будущем Мы на нашем Канале Семейном Мы поём песни Может быть вы слышали На слова Михаила Юрьевича Лермонтова Молитва Да В минуту жизни трудную Хорошая песня Ну и другие песни Мы поём там Мы очень хотим Чтобы каждая песня Которая у нас есть В музыкальном плейлисте И на русском На английском языке Может быть Ну для начала на русском Чтобы каждая песня Имела В ПДФ формате Слова Слова Чтобы имела Вместе с этим Обозначением Аккордов Понимаете Это важно И мы это сделаем Мы постараемся Это сделать Нам всё время не хватает Но мы очень постараемся И если вдруг Вот на нашем канале Среди наших песен Вы услышали Вы услышали какую-то Хорошую песню И у вас желание А если я попробую Её поиграть Что вы делаете Вы выходите на наш канал С канала на сайт Берёте ПДФ Листочек Печатаете Над каждым Над словами написано Обозначение Аккордов Включаете компьютер Садитесь за синтезатор И начинаете играть Мы поём С компьютера Вы слышите Как мы поём Вот У вас есть Над словами Аккорды И вы просто Это называется уже Практика Практика И мы будем вместе С вами заниматься У нас будут практические Некоторые ещё уроки В будущем И это будет замечательно Поэтому вот этот урок Он наиважнейший В следующем нашем шаге Ну движение вперёд Развить Что в заключении Прежде чем я сыграю музыку Я ещё раз хочу у вас У всех Попросить прощения Извиниться Что такие огромные Ну скажем Паузы Молчания моего Друзья Сжат временем Зима подходит Может быть Немножечко будет больше времени Я очень постараюсь Чтоб мы двинулись вперёд Хорошо Наверное Тогда на сегодня Пока всё Вот я вам рассказал Всё это Надеюсь что всё понятно Может быть Мелко видно Да Но я пытался Вам всё озвучить Поэтому надеюсь Что всё понятно Вы можете себе Пока на листочке Вот это переписать Вот эту таблицу Да Себе на листке И вот позанимайтесь Позанимайтесь А я попробую В течение следующей недельки Это в PDF Переработать И у нас на сайте Оно будет Ну теперь что Давайте ещё раз Эту музыку Это одна из Моих композиций Которую Написал Наверное Не помню Там Может год назад Вот И Ещё раз Сыграю её И тогда будем На сегодня Прощаться Моих композиций 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok